Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. И у меня вот такое косметическое срочное включение. Дело все в том, что я проводила ревизию, как обычно, в конце года всей своей декоративной косметики, о чем я вам рассказывала. Ну и, конечно же, посмотрела сроки годности всех средств именно уходовых. И что же с удивлением я обнаружила? Конечно же, что в этом наступившем 2018 году подходят сроки годности многих-многих уходовых средств из моей коллекции. И вот внезапно я снимаю новое видео использовать до конца 2018 года, использовать по максимуму уходовую косметику. То, что необходимо использовать в начале 2018 года. Также натуральная косметика, которая, как вы знаете, хранится только один год в холодильнике. И, конечно же, должна быть использована в течение этого года, некоторые средства в начале года. И то, что ждет до середины года и до финала 2018 года. И начнем с натуральной косметики, поскольку хранится она у меня в холодильнике. Я сейчас хочу вам быстренько все показать и снова вернуть ее в холодильник. Это Ви Косметика. Вот так выглядит логотип. Ви Ай Косметикс, Ви Косметикс. Это российский производитель. Под Новосибирском находится научный городок. Там живут очень-очень талантливые люди. Я знаю, что некоторые зрители есть у меня из Новосибирска. И они действительно рассказывают, что они с удовольствием используют эту косметику. Сейчас по всей России она становится уже очень популярна. У меня довольно большая коллекция ее. Открыла я эту косметику для себя примерно полгода назад. С началом открытия канала. Услышала о ней совершенно случайно на YouTube. Мне захотелось попробовать вот такие супер-супер натуральные составы. И здесь не содержатся никакие силиконовые составляющие. Из-за этого эти средства могут давать липкую пленочку немножко. Поэтому всем, у кого очень жирная кожа, я бы рекомендовала потом протирать просто лицо тоником. По истечении какого-то времени, когда кожа взяла свое. Вот этих средств. Здорово то, что ИВИ Косметика всегда выставляет вот такие сроки годности. Абсолютно понятные. Некоторые средства я должна использовать до конца февраля этого года. Поэтому сейчас срочно вношу их в свой проект и буду использовать регулярно. Это потрясающий антивозрастной биокомплекс для рук. Здесь объем 100 мл. Я уже его попробовала. Мне очень нравится. Это очень-очень такое питательное молочко. Оно такое средней густоты. С помпой. Очень удобно. Буду с удовольствием пользоваться. Руки у меня очень-очень сухие. Так что для меня не составит проблемы вовремя использовать это средство. Целых две сыворотки у меня. Крем для ВЕК 40+. Я пробовала уже такое средство. Одно я уже закончила. Да, действительно очень хорошее. Я не воспринимаю эти средства как суперподтяжку. Все-таки для меня это средства как антиоксидантные. То есть я воспринимаю вот такие вот суперсоставы. Вкусные, натуральные, съедобные, как антиоксиданты. Эти сыворотки до 7 месяца 2018 года я должна использовать. В косметике с натуральными составами будут странные ароматы иногда. Действительно прям такие съедобные. Иногда кажется, что это какой-то кефирчик или йогурт. Вот, например, в бифидокосметике. Это все производители ВИК косметика. Просто у них несколько серий. Пример вот в этой серии. Это серия Herbal Plus. Здесь очень много растительных экстрактов. Это средство такое для устранения морщин темных кругов. Очень нравится, кстати, оно моей дочке. Потому что оно замечательно работает с темными кругами под глазами. Это актив гидрант для век. Это сыворотка до 5-го 2018 года. Еще две сыворотки. Одна из них моя любимая. Ванилья Айс Крим. Это серия Coffee Tree от ВИК косметика. И CNB Natural серия сыворотка. Такого глубокого действия. Ультраувлажняющая. Это серия как раз дневной уход для нормальной комбинированной проблемной и жирной кожи. То есть такая для всех видов. Эхинацея, мандарина, эфирного масла, грейпфрута. Масло какао, жжоба. В общем, средства очень-очень хорошие. Здесь 8-й месяц 2018 года. 7-й месяц 2018 года. Вот такая серия еще есть в ВИК косметика. Это Индика серия. Здесь, к сожалению, видите, отклеилась одна наклеечка. Но они шли у меня вместе из одной партии. То есть они до 5-го месяца 2018 года. Это вот такой бальзам питания номер 1. Мультифункциональная антиэйдж система 2 в 1. Я пробовала маску из этой серии. Мне очень понравилось. Здесь мед и много масел. А также витамины группы В и Е. Эфирное масло. Видите, хранить в холодильнике. Срок годности 12 месяцев. Так, и второе средство. Это сливки для лица антиэйджи эффект. В натуральной косметике я предпочитаю более жидкие текстуры. Как я уже говорила вам, они лучше впитываются. С удовольствием буду пользоваться. Масочку с янтарем я вам показывала в своем влоге. Шикарная маска. Но у нее более долгий срок годности. Так что она в этом проекте у меня не участвует. Дневной регенирующий крем 40 плюс бифидокосметика. Мне очень нравится эта серия от Ви косметика. Вот смотрите, до 7-го, 18-го я должна ее использовать. А что я уже пробовала из этой серии, я сейчас вам покажу. Два дня я уже использую вот такой ночной антивозрастной крем для лица 40 плюс. Причем наношу я его не только на ночь, но наношу я его и днем. Тут до 2-го я должна его использовать. Я уже его открыла. 1-й и 2-й до 7-го. Я думаю, что до конца февраля я точно 1-й использую. Очень приятное такое ощущение увлажненности. Да, действительно, есть пленочка липкая, но я попробую наносить на нее даже косметику. Вполне возможно, как раз вот эта липкая пленочка будет прекрасно держать тональный крем. Не знаю, давайте попробуем. Кофе Три биобальзам регенирующий латте. А такой 1-й я уже использовала. У меня, по-моему, ушел уже в пустые баночки. Мощная система ухода за ослабленной кожей ВЕК. То есть вот это вот... А, да, у меня был для лица. Это для ВЕК, ясно. Значит, вот этот биобальзам для ВЕК я должна использовать до 4-го. То есть до начала апреля 2018 года. То есть мне сейчас надо будет потрудиться, чтобы он у меня не пропал. И последний продукт в этой серии ВЕК косметика. Это вот из серии Гринни, где много-много травок. Свежесть белого чая называется. Гель пенка для умывания. Я, честно говоря, пока еще ее не пробовала. Ее мне прислали в подарок за постоянство. За то, что я постоянно приобретаю. У меня большая уже коллекция ВЕК косметика. И бренд щедро связался со мной. И прислал мне вот 4 средства в подарок. Ну, в основном это средства, повторяющие уже мою постоянную коллекцию. Чему я, честно говоря, была очень рада. Потому что, ну, в основном это были сыворотки. И вот новое средство, которое я еще не пробовала. Как вы видите, оно с помпой. Отвар мыльного ореха, экстракты. Дальше экстракты, сплошные экстракты. Лимонная кислота, минеральные соли, витамин С, белый чай, тысячелесник. Нормально жирный, комбинированный. Антибактериальная защита, органическая серия. В общем, спасибо им огромное. До 8 месяца текущего года я должна буду ее использовать. Ну, я думаю, что мне дочка, наверное, поможет. Мы поставим ее в туалетную комнату, как только закончится у нас наше средство для умывания. И еще несколько продуктов, которые также необходимо использовать, по крайней мере, до середины текущего года, 18-го. И поскольку я провела полную ревизию каждой баночки, имеющейся у меня в запасе, я написала для себя вот такие вот отметочки к этому крему, который прислал мне был в коробочке. А Нью Бьюти Бокс, к сожалению, я вообще не нашла никаких опознавательных знаков по поводу срока годности. Поэтому написала себе срочно, зная то, как относится к клиентам Нью Бьюти Бокс. У меня два видео об этом есть. Вы можете посмотреть и поймете, почему я так говорю. В основном в эти коробочки кладутся средства с истекающими сроками годности, поэтому этот дорогущий крем от Лерак я бы все-таки хотела успеть попробовать до того, как он испортится. Это такая вот весилки Крем Абсолют Анти Эйдж. Ну, то есть, в общем, такой должен быть довольно легкий, лайт. Я люблю использовать кремы, которые можно наносить как днем, так и вечером. Здесь 15 мл. Несмотря на то, что довольно дорогой люксовый крем, к сожалению, у него не стеклянная упаковка, а всего лишь пластиковая. Ну, ладно, посмотрим. С удивлением обнаружила, что у масла небольшие сроки годности. Мне казалось, что должно быть, по крайней мере, 3-4, ну, 5 лет. Мне кажется, оно не портится. Не знаю, напишите мне, как вы считаете. Спрошу еще у мужа. Наверняка он подтвердит, что так быстро масла не портятся. Это роскошь питания. Балансирующая одна такая упаковка у меня есть. Уже наполовину я использовала. Не знаю, успею ли я использовать. Вот до 3-го, 18-го. В магазине Ламода открылась новая страничка. И теперь там не только обувь и одежда, там еще и косметика. Ну, как вы видите, полгода назад вот я его приобретала. Видите, какие сроки годности короткие. То есть, будьте аккуратны с этим магазином. Ну, что ж, буду активно теперь стараться его использовать. Написалось для себя, что это белорусский производитель. Аптечная косметика. SPF 20 интенсивный крем отбеливающий. Ну, то есть, он одновременно содержит и кислоты, и SPF, что, кстати, удобно. Фармакос называется. До 02-го, 18-го он годен. По-моему, в какой-то аптеке я заказывала вместе с лекарствами. Как-то, вот видите, не обратила внимания на сроки годности. Тоже где-то полгода. Он подходит для всех типов кожи. Вполне возможно, даже он подойдет и на день, если здесь есть SPF 20. Кто пробовал белорусскую косметику Фармакос, напишите мне, что мне ждать от этого крема. Сыворотка антиэйдж от Ахава. Эйдж контроль интенсив серум. Time to smooth. Удивительно, но когда мужчины наши попадают в Израиль, их очень часто обманывают со сроками годности косметики, которые они приобретают для своих женщин. Вот у меня муж приобрел, я уж не стала ему ничего говорить, расстраивать его не стала, потому что кремы эти, как вы знаете, стоят от 100 долларов и выше, по крайней мере, в Израиле. Вот ему продали прямо со стекающим сроком годности. На ценнике тут было вообще написано 100 долларов. Ужас. Сыворотки я люблю очень, поэтому я с удовольствием, конечно же, ее использую. Упаковка такая добротная, хорошая, стеклянная. Объем стандартный, 30 мл. Будем использовать. И вот второй уже крем от Ахава. На этот раз это не сыворотка, это хенд-крем, то есть для рук с SPF 15. Можно его будет использовать, как вы видите, до 11-18. Значит, я могу его использовать летом. Также муж его приобрел. Ну, в общем, вся та же история. Time to smooth. Такой антиэйдж крем. Кстати говоря, крем антиэйдж я ни разу не использовала, честно говоря, для рук. Кожа у нас как-то долго не стареет, слава богу, на руках. Но вот именно такого вот формата крем, мне интересно было бы попробовать, действительно ли будут какие-то улучшения. Вот это было бы любопытно. Следующая пометочка срочно, тоже исходящий срок годности, тоже второй или третий месяц 2018 года. С трудом я нашла эти сроки здесь, на этой упаковочке. Это The Skin House, корейская косметика All About Oil. Это такое вот увлажняющее масло для сухой и возрастной кожи. Серия это называется Thorming, то есть здесь масло, которое подтягивает кожу. Получается, что у меня в ближайшие 2-3 месяца должно использоваться 3 банки масла. Как-то, по-моему, это перебор. Но надеюсь, что это все-таки не чистое масло, а именно такая вот сыворотка в масле. Поэтому она уйдет у меня быстрее. Ну, тут, конечно, все на корейском. 30 мл. Made in Korea. Следующее, что я когда-то приобретала с собой носить в фитнес-клуб, вот такие легкие сывороточные кремы. Активный лифтинг от Garnier. Это 45+, антивозрастной уход вокруг глаз. Но тут я вообще не нашла, как вы видите, никаких сроков годности. Во всякий случай, сейчас включаю его. Свой утренний уход. Я люблю вот такие вот средства, ну, такие жиденькие. Я их не воспринимаю, конечно же, как лифтинг какой-то. Для меня вот такие вот все бюджетные, бюджетные, как я вам уже говорила, средства. Это просто легкие увлажнялки. До 04-го, 18-го я должна использовать вот такой вот тоник. Это Organic Therapy. Изготовитель ООО «Первое решение» Москва. Face Toner with Organic Cashmere Extract. То есть совершенный тоник с органическим экстрактом кашемира. Без СЛС, без парабенов, ну и так далее. То есть, в общем-то, это как бы органическая должна быть косметика, насколько я понимаю. Но тонеры и тоники я использую очень много и очень часто. Я протираю 2-3 раза в лицо тоником в течение дня. И потом еще наношу тоник на лицо для того, чтобы улучшить впитываемость кремов. Так что у меня, я думаю, он уйдет даже побыстрее, может быть. Кстати, что здорово, в нем есть вот такая вот помпа. Я люблю такие тоники с помпой. Они более аккуратно используются. Ну и патчи гидрогелевые, которые довольно давно у меня же открыты. Где-то полгода, а именно столько они должны быть открытыми. Ну, может быть, год и все. Дальше вы уже должны их как-то использовать. Ну, либо, по крайней мере, перезаправить, как делаю я. Промыть и перезаправить. Ну, кому интересно, пожалуйста, посмотрите мои видео с находками. Но вот сейчас я покажу вам, сколько у меня их осталось. Вот такая лопаточка к ним прилагается для того, чтобы удобнее было поднимать сами патчи. И вот их срок годности до 05-18, но при условии, что они у вас закрыты. Для тех, кто ни разу не видел, покажу. Вот такие вот кругленькие можно налеплять на межбровные складочки, можно под глазки, можно на какие-то конкретные морщинки вокруг губ и так далее. И вот патчи в форме полумесяца, они укладываются под глаза. Не самая удобная, честно говоря, форма патчи. Мне больше нравится от Петит Фи вот такие именно капелькой запятой большой, которая перекрывает всю область под глазами. Но здесь неплохая пропитка, и они, конечно, прекрасно увлажняют кожу вокруг глаз. И вот эти самые Петит Фи Голд, я их тоже открыла, который недавно приобретал на Ахер. И, соответственно, вне зависимости от сроков годности, да, как я вам уже сказала, я должна их использовать. Но они внутри точно такие же, как и предыдущие. То есть у них более такой натуральный состав, и еще немножечко отцвет такой дает. Сейчас не хочу лишний раз их открывать, потому что уже енотики вам показала, они идентичные. Дает такой, знаете, отблеск на коже, очень приятно подсвечивает область под глазами, особенно вот кому активно нужна вот такая услуга подсвечивания, скрывания немножко. Мешочки убирают, синячки. Но, опять же, вот эта форма патчи не самая удобная. Вот черные Петит Фи, они, конечно, удобнее. Но уже приобрела, так буду пользоваться, тем более, что действие мне нравится. И следующая партия продуктов, которые также нужно использовать до конца года. До 9 месяца 2018 года я должна использовать Кушен от Лореали. Он у меня уже открытый, я вам его показывала, когда приобретала Ньют Мажик. Здесь есть SPF 29, это здорово, как вы видите, 0,1 фарфор у меня цвет. Это я сейчас открывать не буду, думаю, что вы все знаете, как выглядит Ньют Мажик. Наверное, придется мне его включать в следующий мой проект, использовать по максимуму декоративную косметику. И это единственное средство с декоративной косметикой, которое сюда затесалось. Вот такой набор от Lancome, 6 месяца 2018 года. Кстати, смотрите, почему-то на одной упаковке есть Lancome на крышке, надпись на другой. Нет, не знаю почему. Ночной мультилифтинг и это дневной мультилифтинг. Вообще, меня смущает то, что нет названия. Ну ладно, может быть, был ребрендинг какой-то упаковки. На дневном есть SPF 15, Lifting Firmin Antirical Cream и тот и другой. В объеме они оба по 15 мл. Да, серии у них разные, возможно, был какой-то ребрендинг. Шли они мне в подарок. Вот такая дорожная версия при покупке крема и каких-то еще духов Lancome. Ну вот, ароматы мне очень нравятся, а кремом как-то я равнодушна оказалась. В моих видео о том, что съела моя кожа за осень, к сожалению, были отрицательные отзывы практически на эти кремы. Но не знаю, вот эту серию конкретно я еще не пробовала. Возможно, она как-то будет работать. До конца 2018 года, то, что я точно, спокойно, совершенно не волнуюсь, использую, это моя любимая Dry Body Oil. Цитрусовый всплеск называется. Вот такое замечательное масло. My Body Care от Madre Labs. Пробрести его можно на сайте iHerb. Оно одно из моих любимчиков. Буду использовать с удовольствием. Оно очень быстро впитывается. Это технология сухого масла. Прекрасно увлажняет, питает кожу. Чудесное, можно легко носить с собой. Кстати, оно не выливается, у него очень удобный дозатор. Вы задавали мне вопрос по поводу сывороток и вообще средства от Beelene. Да, это польский производитель. Очень сейчас популярные сыворотки. Очень много хороших отзывов на них. Все остальные сыворотки, кроме вот этой, со сроком годности более длинным, это до 7-го, 18-го. Гиалуроновая кислота и пептиды, и различные лифтинговые средства. Фитодинамическая формула с пептидами, с кислотами. Несколько капель каждое утро и вечер. Кожа лица, шеи и декольте. Под крем можно использовать. Ну, в общем, мне такие средства нравятся. Вот заодно у нас с вами будет какой-то уже отзыв по сывороткам Beelene. Крем, который мой муж приобретал в Израиле. Это такая вот их израильская натуральная косметика, Санкья Спорт. Здесь до 8-го, 18-го. В принципе, я думаю, что вот его именно мы с собой возьмем куда-то в отпуск. Ну, в общем, хороший здесь фактор защиты довольно. Аспиев 30. У него очень чувствительная кожа, моего мужа к солнцу. Вот когда он ездил туда сейчас по делам, по работе в Израиле, он пользовался вот этим кремом, который купил на месте. И сказал, что он ни разу не обгорел. Видите, здесь такая беспереводная упаковочка, потому что была приобретена там. Но средство хорошее. Оно такое прям как молочко, жидкое-жидкое. Еще один крем с еще большим фактором защиты. Буду использовать его на лицо. Это Нутраджения. Также хватит нам его, как вы видите, на все лето до 0,9-го, 18-го. Приобретала я этот крем на iHerb, насколько помню, для того, чтобы использовать его на лицо и зону шеи и декольте после использования кислот. Здесь 100% натуральные санскрины, ингредиенты. Это те ингредиенты, которые считаются физическими, то есть не химические фильтры, а физические. Под тональным кремом он, кстати, белым не смотрится, как ни странно. Поэтому мне он понравился. Здесь целых 88 мл. Ну, думаю, что на тело его тоже можно носить, как и на лицо. Вот такое вот масло, вот реше. О, опять масло. 11-го, 18-го его можно использовать. Приходило оно мне тоже в коробочке красоты. Это такой вот масляный праймер для сухой кожи. Насколько я понимаю, это такая вот профессиональная российская косметика. Довольно дорогая она, ребята. Я просто была очень удивлена. Тысячу с чем-то стоит вот такой вот праймер. Ну, будем пробовать. Что-то масло у меня много в 2018 году. Но, слава богу, что сейчас хотя бы холодное время. Самое время, чтобы их использовать все. До конца года я как-то должна использовать вот этот крем 3D Effect от Vitex. Я использую вот такие вот кремы трехмерное разглаживание. Крем для области глаз и губ, заполнение морщин. Ну, конечно, он сильно не заполняет морщин, но просто более такой гладкой кожей делает. Я подозреваю, что он немножко все-таки силиконистый, раз заполнение морщин. И я вот такие кремы использую как именно базу под макияж. Если я ухожу куда-то на долгое время, мне нужен целый день, чтобы макияж не скатывался. Я показывала вам, кстати, как я его уже использую в своем видео об уходе и макияже белорусской косметикой. Кому интересно, как он смотрится, посмотрите. Я его уже использовала, но, в принципе, здесь, видите, такая вот правильная гигиеничная упаковка. Так что, я думаю, ничего страшного не произойдет, если он полежит еще какое-то время, пока я использую другие базы. Слышите за окном салюты, салюты. До 07.18. Снейл Би. Потрясающий состав. Слизь улитки и яд пчелы. То есть, все, что самое-самое действенное для кожи. Производитель Бентон. Корейский производитель. 150 мл здесь с помпой. Очень удобная, но она пластиковая. Но, с другой стороны, и стоимость у них не люксовая. Такая вполне доступная. На сайте iHerb можно косметику Бентон приобрести. В черную пятницу по скидкам приобретала, вам показывала, Estee Lauder. Это Perfectly Clean. Вот такой вот умывалочка. И одновременно маска для очень сухой кожи. Честно говоря, хотелось бы подольше сроки годности. Конечно, до 08.18. Но, увы, на распродажах в L'Etoile не бывает хороших, прям таких, полных сроков годности. Здесь 150 мл. Говорят, что когда она открывается, то довольно быстро портится. Поэтому советую держать вот такие вот средства в холодильнике. Интересно было бы попробовать. Но, видимо, да, придется мне ее держать действительно в холодильнике в процессе использования. Кстати, напишите, как вам вот такая вот умывалочка. Это крем. И одновременно его можно использовать как увлажняющую маску. Необычная для меня формула. Я пока еще не пользовалась. Она закрытая. На каждое средство я сделала вот такую вот налепочку со сроками годности. То есть, вся моя косметика, декоративная косметика сюда не вошла. Только вот такие вот средства для смывания, например, макияжа. Все-все-все средства увлажняющих, солнцезащитные, сыворотки, тонеры. Таким вот образом я все маркировала для того, чтобы не пропустить сроки годности, чтобы средства мои не испортились. Обратите внимание тоже на сроки годности и предлагаю вам сделать то же самое. На мой взгляд, это самое логичное, что мы можем сделать в целях экономии средств. Сейчас к этим средствам добавятся те, которые я вам сейчас показала. Для них я выделяю отдельный ящик. Тут у меня уже коробочка со средствами, которые я должна буду использовать прямо в самом начале 2019 года. Тоже отложила их отдельно, чтобы не пропустить сроки годности. Здесь у меня средства для ногтей, которые не касаются этого проекта. И вот сюда сейчас на свободное место уйдут все средства, которые необходимо использовать как можно скорее. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что вы тоже приняли участие в моей ревизии. Это был мой проект использовать по максимуму до конца 2018 года. Средства уходовые. Конечно же, я жду ваши отзывы, за которые вам очень признательно. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok